Привет, с вами Арталаски, и сегодня мы продолжим создание графики для платформера. Фон у нас уже есть, значит теперь займёмся платформами. Кстати, всё в этом уроке рисуется через плашет XP-Pen Star 6. Подробный обзор на него есть по ссылке в описании. Вот такой фон мы получили в предыдущем ролике. Разбили его на множество слоёв для последующего удобного экспорта в Юнити. И теперь мы всю эту папку просто закрываем. У нас здесь, как видите, уже заранее была создана папка BG. То есть это всё, что у нас относится к заднему плану. Теперь давайте внимательно посмотрим на то, как вообще здесь устроены блоки. Перейдём на статику. И значит, смотрим. По сути, это у нас обычный квадрат, но на самой платформе, где можно ходить, у нас есть такой выступ. То есть, по сути... Давайте сделаем кисть побольше. Так. Вот у нас есть блок. Но верхняя платформа имеет вот такой вот выступ. И более того, а сам блок, заметьте, каждый из этих блоков, а как бы находится в таком вот повороте. То есть, одна его часть у нас находится как бы в тени, а вторая осветляется. Только в другую сторону. Типа такого. Но на этом приколюхи не кончаются. Самая верхняя полоса, вот эта вот, у нас также, можно сказать, самая яркая. То есть, там много ярких вот этих вот пикселей. И, наконец, каждый из этих блоков разделён по диагонали пополам. Хотя, если посмотреть на вот этот вот блок, то здесь я бы не сказал, что идёт пополам. Даже придётся, для примера, сделать эту платформу чуть посветлее. И получается, что под выступом у нас тень. Кстати, вот так вот сделаем, пока просто выделим. И вот эта вот диагональная тень. Но она у нас идёт не просто вот так вот пополам, а заходит на стороннюю, точнее, на другую сторону. И получается даже как-то вот так, что ли. Вообще, они здесь немного по-разному. О, эти блоков в тени расположены. Давайте, может, ещё ещё найдём. Ну, нет, это вся информация, которая у меня здесь есть. Что ж, давайте тогда ориентируемся на вот этот вот блок. И, по сути, у нас ещё тогда вот так вот тень. Дальше небольшой отступ. Вот он, он. Так. И где-то вот под таким наклоном, я думаю, что вот куда-то вот сюда она будет идти. То есть, по крайней мере, так было бы симпатичнее, так бы сделаю я. И теперь мы всё это дело затемняем. Всё же, вот такая вот структура блока получается. Также обратите внимание, что у нас, как бы, есть три слоя с блоками. Первый слой, как бы, здесь самые светлые блоки. Второй слой, это уже блоки за ними. То есть, вот они. Вот эти вот несколько блоков. То есть, это уже, как бы, более дальний план. И, наконец, самый дальний план, это вот эти вот с наклонными поверхностями. Кстати, довольно интересное решение добавить сюда именно наклон. Так как реально разбавляет такой вот кубизм. И графика не выглядит прям уж совсем пиксельной. В том плане, что здесь, ну, достаточно всё минимально, скажем так. Но, как видите, даже в таком минимализме при анимации всё выглядит просто шикарно. Ну, и также стоит заметить, что на блоках у нас есть такие вот тёмные точки, которые, как бы, слегка имитируют текстуру земли. И есть вот такие вот узорчики. Как бы они, не знаю, что они тут делают, но, как бы, они просто разбавляют. Добавляют скучный цвет. И поэтому выглядит всё это достаточно симпатично и гармонично. Слушай, давайте, наконец, посмотрим, что у нас тут с цветом. И уже можно будет начать рисовать сами блоки. Значит, ненасыщенный светлый квадрат. И цвет уже ближе к белому. Даже тёмный цвет ещё более ненасыщенный, но хотя бы имеет оттенок. А вот сам оттенок у нас между зелёным и жёлтым. Что ж, погнали. Подберём примерный цвет. Так. То есть даже вот эти вот платформы, они не висят в воздухе, они крепятся на вот этот вот тёмный задний фон. И получается, как бы, и игра объёма такая, и вполне логичное развитие событий. Хорошо. Наконец, переходим уже сюда. А вот размер блоков я даже не знаю, какой делать. А в принципе, просто делаем разные размеры. Но ориентируйтесь, что вот, допустим, у нас персонаж. И на средний такой блок помещается, допустим, вот даже вот так вот впритык 6 персонажей. А здесь у нас, допустим, будет помещаться уже, наверное, штуки 4. Ну да. А на маленькие платформы от 1 до 2. А на совсем уж маленькую, естественно, 1. Думаю, с этим всё понятно. Кстати, цвет у меня всё-таки немного темнее. Давайте его подберём немножко получше. Так, слишком насыщенный. Вот даже такой уже подойдёт побольше. Уберём просто выделение. Горячее клавище M, либо вот прямоугольное выделение. Прямоугольная область даже. Можно включить сетку. У меня она настроена, кажется, на 128 пикселей. Давайте посмотрим точно. Горячая клавиша Ctrl-K, чтобы вызвать установки. А направляющая сетка и фрагменты. Линия через каждые 64 пикселя. Добавим просто здесь внутреннее деление на 2. И получается, что у нас сетка каждые 32 пикселя. Точнее, не сетка, а линия. И цвет сетки я хочу сделать чёрный. Не знаю, мне так удобнее. То есть, обратите внимание, что 64 на 64 у нас как бы... А вот они выделены таким более жирным цветом. Точнее, не цветом, а сами линии, они более жирные. А вот внутреннее деление уже более такие тонкие линии. И даже если учитывать, что у нас персонаж будет вписываться вот в 32 на 32 квадрата пикселей. Окей, будет примерно вот такого размера. Значит, типичный блок. Мы можем делать по ширине, как минимум вот так. Можно даже на полтора. Но если прям следовать сетке, то давайте уж сразу лучше на 3 блока. Вот так. Заливаем цветом. Сетку пока можно выключить. Слишком какой-то он насыщенный и похож на песок. Поэтому давайте его насыщенность слегка убавим. Вот так. А теперь разделение пополам у нас идет как раз посередине. Сетка нам тут, в принципе, особо уже не поможет. Хотя... Нам нужна половина вот этого вот квадрата. И теперь мы его пока просто затемним, чтобы не потерять. Все, сетку можно отключить. Так, и насколько я помню, у нас цвет тени отличался тем, что он был намного ниже и не так уж сильно уходил в ненасыщенность. То есть, что-то вот типа такого. Давайте для начала еще здесь проверим. Это я даже немного маханул. Вот так. Хотя я лично хочу сделать его немножко темнее. Окей, пусть будет так. И не забываем про выступ. Так как мы хотим это вписать в 30... Точнее, в сетку, которая 64, не 64. Мы не будем добавлять, например, вот сюда. Хотя, в принципе, это тоже было бы вполне логично, я думаю. Причем тут всего на один пиксель. А мы можем сделать проще и этот самый один пиксель просто убрать здесь. Так. А, не получилось. А тупая сетка иногда только мешает. Так, теперь, собственно, сама тень под выступом. У нас она занимает 2 пикселя. Повторим. А вот уже здесь более темная тень. А в принципе, она чуть более насыщенная и немного темнее. Вот так. Также обратите внимание, что выступ выступает еще и его здесь. То есть, у нас он будет выступать где-то на 1-2 пикселя. А я так понимаю, что на 1. Да. Вот, теперь это выглядит более правильно. Но, сам выступ у нас а здесь также не так много пикселей занимает. А смотрите. Значит, 1 пиксель – дрова. Можно, в принципе, его даже не считать за блок. Второй пиксель у нас идет самая светлая часть. И 2 пикселя, собственно, а сам вот этот выступ. Значит, у нас получается, что из всего вот этого мы оставляем только вот эти вот 3 пикселя. И пока сразу я через уровни Ctrl-L эту линию так вот высветлю. Пусть она просто пока выделяется, чтобы мы ее так не теряли из виду. А, собственно, цвет обводки, который здесь в 1 пиксель, он у нас практически такой же, а может и вообще такой же, как цвет дерева. Ну да, они одинаковые. Значит, мы это здесь и повторяем. Ориентируемся по сетке, а придется на 1 пиксель вот так вот сдвинуть. И теперь вот так вот просто обводим. Хотя верхнюю часть тоже надо обвести. Вот так. обводить уже вот это вот смысла нет, потому что там у нас будет трава. Так, смотрим, что у нас тут дальше. Дальше у нас идут вот такие вот узорчики. А один находится посередине. А так, в принципе, они могут быть и без узоров вовсе. Что ж, ну так как мы делаем пока что вот этот вот большой блок, давайте здесь это и повторим. вот так. И, кстати, хочу сказать, что этот блок даже шире, чем тот, что мы сделали сейчас. Но это ничего страшного, мы сможем сделать любой размер уже чуть-чуть попозже. Главное сейчас вот основу сделать. Теперь добавим такую же опимку здесь. А вот эти пока штуки добавлять не буду. Вот эту вот рамочку я имею в виду. Но зато добавлю сейчас вот этот вот переход. Для начала нам нужно в 2 пикселя сделать вот такую вот линию. и теперь просто сделать что-то вроде шума уже более светлым светом. Он у нас даже немного по оттенку отличается и уходит ближе к желтому. Насыщенность в принципе такая же, но яркость немного больше. Окей. Переходим также ближе к желтому. поднимаем. Значит сам узор как бы можете скопировать отсюда как уже здесь есть либо просто сделать рандомом на свое усмотрение. Можно даже для начала удерживая shift провести вот такие вот линии. Затем их ластиком хотя нет сейчас не ластиком а другим цветом просто вот так вот скомпоновать чтобы они также были как бы кластерами. Примерно так же как мы делали с листвой. так с этой стороны уже хватит. А и теперь этот же самый цвет нам надо добавить вот сюда. можно пока воспользоваться просто заливкой. А здесь у нас с этой стороны находится цвет просто светлой стороны. Как-то вот так. Но заметьте что здесь есть еще пиксели ближе к красному вообще оттенку. Ну здесь они в принципе ближе к рыжему. И находятся практически на самом верху яркости. Так что повторяем. Здесь узор так же в принципе рандомный. А как бы наша цель сделать здесь что-то вроде шума, но при этом чтобы были такие вот как бы кластеры. и заметьте что с этой стороны как бы платформа не изменяет свой цвет. То есть если с этой стороны как бы у нас тень, то на верхнем выступе ее как бы нет. Поэтому здесь мы продолжаем тем же самым цветом. И поверх него еще добавляем вот эти яркие кластеры. Все, с первым блоком можно сказать закончили с выступом. Осталось только добавить вот эти темненькие точки. Просто берем цвет тени, новый слой, чтобы если что и быстро так убрать. и так же рандомно их ставим. А можно кстати снова сделать эту кисть с интервалом в тысячу и рассеиванием в тысячу. Я даже пожалуй сохраню в отдельную кисть. Так. И просто вот так вот вводим. Хотя уже многовато. да, рандом рандомом, а вручную всегда лучше. Мне кажется уже и так достаточно здесь этих точек. Может даже где-то их сделать пореже. Так. Эти мы слегка приподнимем. и теперь вот этим более темным светом сделаем точки уже с этой стороны. и этого должно вполне хватить осталось сделать тень и все будет как надо а есть на момент а у меня возникает подозрение что а сама вот эта тень делается не вручную а каким-то шейдером в том же unity а может это просто так грамотно подобрано в любом случае пока сделаем такую тень у меня просто действительно смущает вот этот вот кусок то есть везде а тень начинается вот из угла а вот здесь и вот здесь она начинается ниже и я даже не знаю с чем это связано может просто косяк автора я не знаю но мне кажется что наш первый вариант он как-то посимпатичнее будет поэтому мы сделаем его а это значит что тень будет начинаться где-то вот отсюда немножко не там забыл перейти обратно на слой так и теперь видим что здесь у нас линия четко вот прямая вот эти вот ступеньки значит и нам ее тоже нужно повторить так а слегка подвину вот эту штуку значит наклонная тень у нас будет начинаться вот отсюда и и чтобы все это так долго не вырисовывать я просто выделю через зажатый control альты левую кнопку мыши вот так это вот все быстренько продублирую здесь уже можно закрасить более темным цветом и дублировать уже более темный цвет тоже теперь просто сливаем этот слой с вот этим вот то есть точки нас пока что она отдельном слое и закрашиваем только вернем здесь такой вот свет и закрасим здесь в принципе все теперь осталось добавить а вот эти темные точки на теневую сторону и с платформой с блоком можно уже закончить так мне кажется многовато я здесь точек натыкал вот так вот уже намного лучше и пожалуй добавлю еще обводку на низ и можно считать что блок у нас полностью сделан а все вот эту траву мы уже нарисуем на отдельном слое но и в отдельном видео естественно чтобы не затягивать ролик да и просто для удобства а сейчас просто так вот набросаю и можно конечно разбавить такими вот узорами как здесь давайте тоже создадим новый слой и тогда эти блоки уже не будут выглядеть на такими однообразными теперь блок уже реально выглядит намного интереснее да в принципе нам осталось только сделать вот эти вот задние блоки и сделать это достаточно просто значит что мы делаем начал дайте посмотрим что у нас по цвету возьмем вот этот вот цвет и посмотрим на этот то есть у нас получается тот же оттенок только он а ниже то есть темнее и чуть более насыщенный окей сделаем то же самое а по сути нам нужно сейчас создать просто новый блок давайте создадим даже новую папку а и мы можем уже конечно вот так вот расставлять а блоки только я была на вашем месте еще сделал более маленькие вариации как вы здесь вот этим мы тоже сейчас займемся хотя сначала отодвинем этот блок а и первое что может прийти в голову это просто взять и уменьшить его яркость что в принципе тоже как бы имеет свой плюс и кстати посмотрим как сильно изменился цвет здесь честно говоря не очень сильно и кстати заметьте что здесь на этих блоках а нету поворота то есть даже вот на вот это вот так сказать лицевом блоке то есть вот этот лицевая сторона ближе к свету она у нас никак не выделена то есть она просто тоже темная поэтому весь этот блок мы тоже будем делать таким темным узору пока оставим так точки тоже оставим но пока их спрячем так и заливаем все а темным цветом значит берем сначала вот этот цвет а делаем его немного темнее и немного насыщеннее все теперь просто заливкой а заливаем допуск ставим на один сглуб проверяем чтобы не было сглаживания так и тогда у нас заливается еще тень под выступом она у нас мягко говоря а вообще значит такого же цвета по сути как и деревья все тогда все намного проще мы берем цвет обводки и вот этот выступ закрашиваем так что за беспредел и теперь все остальное здесь мы просто заливаем вот этим темным цветом теперь что касается узоров здесь их собственно нет и сам выступ у нас здесь уже не на 2 пикселя а по-моему даже где-то так на 3 еще и вот такая вот тонкая линия в один пиксель которые находятся как раз а вот у нас допустим выступ кстати сам выступ заметьте здесь тоже довольно выше так где-то вот здесь по сути будет уже вот это вот линия окей поехали значит сам выступ мы сделаем повыше но для этого мы просто опустим а вот эту вот часть а естественно через зажатый control shift альты и левую кнопку мыши что же теперь мы просто добавляем вот эти вот темные точки напоминаю что они у нас такого же цвета как и дерево пока что создам это все на отдельном слое начала этого в принципе хватит а теперь давайте посмотрим как из этих блоков быстренько сделать разные размеры для этого нам нужно взять любую из этих блоков найти даже возьмем целую папку через control джи продублируем эту папку а так траву пока уберем вообще и кстати только сейчас заметил что а нет вот этой теневой стороны же все-таки на вот этой вот поверхности тоже а здесь у нас темный цвет все-таки начинается с угла но здесь они а везде одинаковое поэтому берем заливку и просто их тоже так закрашиваем так значит теперь что мы делаем во первых мы можем просто обрезать их как нам надо допустим вот такой небольшой блок но не советую делать такие маленькие потому что лучше их а их просто вот так вот подвинуть пониже чтобы они казались меньше но по длине как бы пусть остаются но что вдруг вы позже заходите сделать их немного выше или за счет параллакса они будут как бы а верх внизу так вот двигаться чтобы имитировать перспективу а вот по ширине их можно в принципе практически безболезненно двигать просто выделяем и удерживая control и shift чтобы по отдельной точнее по выделенной оси мы его могли вот так вот строго двигать подвинем куда-нибудь вот сюда вот так вот и в принципе все а теперь лишние точки отсюда удалим а здесь можно тоже слегка так их переставить чтобы все это выглядело гораздо симпатичнее и на этом можно сказать с этим блоком закончить а почему я делаю . на отдельные слои но во первых удобнее будет потом изменять то есть мы можем просто их а вот так вот выделить так вот так их выделить и уже спокойно перемещать либо мы можем просто удалить создать новый слой и и сделать здесь немного по-другому это как бы экономит то же время поэтому такой вот ход сделаем еще один тонкий а вот вообще его так вот урежем и для разнообразия чтобы когда мы вставили эти два блока рядом они не были вот так вот практически одинаковые а мы эти точки как раз можем просто перевернуть вот так так то есть немножко лишняя линия которая должна быть на самом деле вот здесь то есть она должна быть на другом слое и уже можно сказать что совсем другой блок почти и посмотрим как это сделать вот этим большим блоком где уже есть детали узор свет и так далее также сделаем копию самой а папке и не забывайте что у нас здесь а разделение идет ровно по середине поэтому когда мы будем его сужать то надо чтобы это было чтобы вот это разделение также оставалось четко пополам можно попробовать его вообще вот так вот как бы сжать но тогда вот эта вот линия будет они факт что она будет ровная то есть останется вот такие вот ровные ступеньки поэтому нам такой вариант тоже не подойдет то есть вот видите они у нас уже идут не по одному пикселю а вот по 2 нам такое не надо поэтому когда мы будем сжимать сужать даже точнее вот этот блок а учитывайте что вот эти вот ступеньки так сказать вот этот скос а должен быть шагом в один пиксель так лишние точки мы отсюда удаляем упс вот и в принципе я думаю можно даже оставить а вот так либо как у нас а у нас здесь вообще идет сверху можно принципе для интереса так сказать а попробовать саму вот эту вот наклонную линию также поднять дай вверх а а здесь у нас уже цвет потемнее а в принципе вот цвет теневой точки у нас здесь в тени а вот такой вот цвет поэтому мы его вот так вот отдаляем переборчик так здесь у нас принципе остается свободное место поэтому здесь все у нас правильно заливаем вот этот участок и заметьте что здесь всего такая вот одна грань а вот здесь у нас их как бы две поэтому что мы делаем мы как бы все это лишнее отсюда пока убираем и здесь можем немножко так вот продолжить буквально на несколько вот пикселей допустим вот так все вот эту часть мы пока удалим и не забавим что здесь у нас все-таки посередине разделения поэтому давайте примерим сколько у нас здесь просто как бы выделим лишнее выделение уберем через зажатый альт перенесем вот сюда удерживая shift и левую кнопку мыши так то есть вот эта вот часть у нас получается лишняя давайте инвертируем выделение и взяв ластик мы просто вот так вот сейчас это постираем все а теперь просто это выделяем и удаляем так теперь что касается узоров здесь они просто в виде таких вот рамок давайте в принципе просто повторим хотя бы примерно а не знаю будет ли так лучше мне отлично кажется что будет поэтому давайте так и оставим несмотря на то что здесь а как бы такого разделения нету так вот нас еще тут сбоку одна такая штучка давайте добав вляем эту штучку и на этом можно с этим блоком закончить только мы совсем забыли про вот эти вот точки так лучше проще точнее нарисовать уже новое так возьмем вот этот цвет много их тут добавлять не надо потому что здесь у нас и так есть узор вот этого будет достаточно вполне а вот здесь уже можно добавить немного больше так ну чтож с этими блоками мы закончили у нас остался еще один искать вариант блоков самых дальних а с ними в принципе уже будет намного проще потому что детали там особо то как таковых то и нет по сути это просто а вот такие вот наклонные линии с точками то есть больше здесь ничего такого только для начала давайте еще разберем вот этот вот блок который другого цвета и многих будет соблазнность слить давайте вот сделаем отдельную папку то есть у многих есть соблазн слить блок и допустим через цветовой тонна насыщенности его вот так вот сбавить то есть вот примерно таким образом но тогда вы получаете один слой без редактирования то есть это надо будет все если что вдруг перерисовывать что не очень быстро поэтому есть другой более удобный функциональный вариант а это создание корректирующего слоя открываем вот этот вот кружок и и выбираем здесь тот же цветовой тонна насыщенность а но здесь такой момент что если мы будем есть что-то изменять то это будет действовать абсолютно на всю картину точнее на все слои ниже этого самого слоя то есть эти на более высокие слои которые лежат поверх него оно как бы не действует а если мы поместим его выше то нам будет действовать и на них тоже вот но а для этого нам достаточно просто использовать маску а более того корректирующий слой сразу создается с маской то есть практически любой даже тот же цветовый баланс а мы просто нажимаем на вот этот белый прямоугольник и теперь удерживая control нажимаем на слой с вот этим вот блоком у нас появляется выделение которая как бы обводит полностью все пиксели на этом слое то есть если у меня будет например на этом слое еще здесь располагаться какой-то пиксель то если нажму control удерживая на эту пиктограмму то выделиться еще и вот эта часть это очень удобный такой прием поэтому используйте его как можно чаще так теперь я когда у нас включена маска и есть выделение вот этого блока мы берем черный цвет и просто его закрашиваем теперь мы этот слой инвертируем у нас получается здесь как бы все черное а вот этот слой у нас будет белый так теперь мы просто переключаемся обратно на пиктограмму вот этого кружка есть собственность заменяем здесь цветовой тон уже как нам надо делаем его чуть более насыщенным так нет наоборот слишком уж насытили его вот как-то так можно даже еще чуть меньше насыщенности сделать и чуть посветлее а теперь у нас как бы остались и все вот эти вот слои все что нам нужно и мы можем спокойно его также передвигать ставить где нам нужно и так далее большой плюс также в том что мы можем сделать дубликат самой группы и просто изменить уже цвет какого-то отдельного компонента просто для разнообразия добавить еще разных оттенков допустим вот такой вот и у нас уже как бы три разных оттенка на блоках окей давайте это сейчас все спрячем нам осталось сделать только вот эти вот наклонные штуки и делаются они очень просто давайте посмотрим что у нас по цвету а полностью красный оттенок ближе а к цвету дерево но заметьте здесь а все-таки ближе к красному а здесь у нас ближе к такому розовому так чуть более насыщен и чуть более яркий чем само дерево давайте здесь также сделаем значит перенесем только вот сюда и где-то вот такой вот будет цвет так естественно создаем новый слой сразу его добавляем в папку через control г напоминаю и посмотрим какой он у нас по структуре значит по сути это просто наклонная линия немного такого плата ровного и то не заметьте не везде с этой стороны она просто поднимается наверх без таких вот так давайте чтобы поярче было то есть по сути получается вот так раз наклон допустим два но может быть наклон плата и снова такой вот подъем и по сути по хорошему надо как бы сделать разные такие варианты чтобы уже ими фон разнообразить давайте их в принципе сейчас и сделаем а цвет обводки у нас такой же как у цвета дерева так что с этим у нас уже попроще размер сделаем намеренно немного больше на новом слое уже будем добавлять вот эти вот детали так и что-то я слишком его сделал таким вот ярким даже как-то слишком ярким так а у нас еще немного меняется оттенок ближе к фиолетовому цвету этот момент немножко проворонил вот мне интересно а в принципе здесь у нас линия такая же по наклону как и вот здесь а я сделал немного в другую сторону поэтому я думаю будет все таки логичнее ее повернуть чтобы соответствовать вот этой вот линии а световой так сказать и вот с этой стороны тоже интересно на самом деле как они будут соединяться потому что здесь все таки будет тогда вот такая вот штука и возможно именно поэтому не стоит делать такой вот большой сразу кусок давайте его разделим на несколько маленьких это и и и это и и Также важно заметить, что у вот этих вот наклонных линий есть вот такие вот уголки, которые с определенной периодичностью в несколько пикселей вот так вот проявляются. Давайте их здесь повторим. И чтобы так же не высчитывать, мы просто его вот так вот продублируем. И в принципе можно сделать это еще разок, только в другую сторону. Так, ну и нам в принципе осталось сделать на этих платформах только вот такие вот точки. А так как это задняя часть, то есть задний план, то и точек особо много здесь сделать не нужно. Иначе они будут на себя отвлекать внимание. У нас и без того немало точек на вот этих платформах. И как раз этим они и будут отличаться, что на более дальних платформах будет гораздо меньше точек. Это будет их как бы отдалять, потому что чем дальше объект, тем меньше у него детализация. Так, ну что ж, вот мы и закончили все эти виды блоков. А как на вот этом нашем маккапе, осталось их только так же грамотно расположить. Можно конечно выделить еще и отдельный четвертый блок, который находится у нас тут вот, так сказать, в листве наверху. Но я думаю вы уже справитесь с этим сами, чтобы не затягивать ролик. По сути нам нужно просто будет сделать вот эту вот часть блока и вместо вот этого наклона линии разбавить ее вот несколькими такими. Заметьте, что здесь один пиксель, два пикселя и уже полностью как бы заливка. То есть такой плавный переход. А вот здесь кстати получается то же самое. Ну думаю это уже очень просто, поэтому разбирать не обязательно. Но если вам понравилось это видео, то подписывайтесь и ставьте лайк. Пока, так же не забывайте нажать на колокольчик. С вами был Арталаски, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok